Всем привет! Сегодня начинаю наш DevTalks и с такой лайтовой, но болезненной для меня на этой неделе темы, как Locale. Кто знает, что такое Locale в джаре? Хорошо. Locale? Да, Locale. Locale – это такой объект, который хранит данные о локальном, скорее всего, юзере, скорее всего, о сессии юзера, возможно, при этом реквесии юзера, если у нас нет сессии. И которая хранит, если я правильно помню, таймзоны хранит, хранит языки, хранит регион, по-моему, даже, из которого юзер пришел и так далее. И вообще, если я правильно помню, она используется автоматически. То есть у нас Chrome всегда отправляет хедеры. Например, в моем случае я занимался языками, и там есть такой хедер дефолтный, как AcceptLanage. И в этом хедере потом идет информация, которая выглядит примерно вот так. Можно я маленькую вставлю эту фразу, чтобы просто этот не сбил? Locale отвечает за комбинацию разных контекстов для пользователей, таких, как таймзона, их в мире там, ну, словно, сколько там, 30, я не знаю. Около того, да. Языков там 150, грубо говоря. И что там еще у тебя? Регионы еще. Странные будут начать. Странные. Ну там еще какие-то параметры. В зависимости от того, где пользователь находится в мире, комбинация этих штук, они могут быть разные. Соответственно, для того, чтобы пользователь мог с предложением работать корректно для себя, чтобы вам понятно было. Например, чтобы он мог по-английски, но, например, в милях, или по-английски, но в километрах. Или, например, если меняются термины, там… Да, и вот такие вот связанные настройки, они… там, валюта, может быть. Это все, так называемые, локальные настройки. Вот. Они привязаны к… Да, и я конкретно в данной ситуации первый раз с ним сталкивался, и, в общем, разобрался, как это работает. Это довольно-таки, ну, в целом, прикольная концепция. Я сейчас расскажу о граблении, о которой я наступил. Значит, например, конкретно я использовал… фокусировался на языках. И, собственно, как это работает? Приходит хедер в заголовок нашего реквеста от SetLanguage, в котором через выуточие пишутся параметры. Это говорит примерно вот так. enfr, допустим, точка запятой, pl равно 08. И там еще может быть такое набросано. Что это означает? Это означает, что Chrome, если этот не мы, руками с frontend отправили хедер, это означает, что Chrome знает, где находятся пользователи, и он, скорее всего, может угадать язык, с которым пользователь сидит. В данной ситуации он говорит, что мы наверняка используем English. Если у нас English не подтягивается, то мы, например, используем французский. И еще добавляет дополнительную информацию о пользователе, например, о регионе. Например, он знает, что, допустим, пользователь живет в какой-то специфической регионе, и у него есть еще вероятность 80%, что он еще может согласиться на польский, допустим, в данной конфигурации моей. То есть да, мы хотим вот это, если нет, хотя бы, пожалуйста, французский, и на крайняк нам может повезти, и мы можем попасть в торгитную группу 80%, если мы даже используем польский. И там такие комбинации, там 0.4, 0.1 приходят, то есть насколько Chrome может точно определить. Если я правильно помню, для этого используются настройки, не уверен, что системы настройки Chrome используются для этих определений, используются, если включена location в Chrome, то используется регион, то есть из которого сидит пользователь. То есть, например, я думаю, если мы будем на западную Украину отправлять запрос, то он припишет в конце UK или там впереди отправит UK как первый параметр, а в конце может UK там 0.9 отправить. Он почти уверен, что мы с украинским точно угадаем. А не говорит? Нет, украинская называется UK. Прикольно. По конвенции. А если ты в Chrome залоги, он сам, то есть он знает, где находится что-то за человек вообще? Он пришли? Я не уверен насчет этого, но знаю, что Chrome разгребается по многим параметрам, то есть они супер уберут на ответственность. Вот. Но мы можем и руками это подаджасить. В моем случае мне надо было добавить специфический язык в проект. И это был обычный английский, просто там была терминология, которая законодательно положена для конкретного региона пользователей. Ну, они из определенной компании, поэтому мне не важны вот эти вот определения регионов, там областей они не приходят. Мне главное было, чтобы фронт мне прислал какой-то определенный ключ. Я по нему там, не знаю, репорты в другом языке показывал, с другими терминологиями. И я думал, что это все супер просто. Ну, мы знаем, как у нас лежат локализации, у нас есть какой-то message bundle, и у нас в нем лежат… Это пакет с файлами, которые выглядят скорее всего по классике message, нижнее подчеркивание, язык в котором он лежит, и по-моему это xml. Правильно? По-моему это xml, да. И у нас таких может быть dash французский, dash польский и так далее. Вот. Это уже все в разрезе… А как будет выглядеть каждый файл? Каждый файл внутри как выглядит, да. Давайте… А, да. Наверное, properties. Наверное, properties. Наверное, properties. Ну, возможно, в разоговорятся по-разному выглядят. Внутри файл выглядит как ключ значения просто, которое мы используем вот так. Например, yes у нас будет так, на польском допустим, да. No у нас будет не. При этом это у нас файл, который messages.pl. Если у нас… И у нас есть идентичный файл по вот этой левой части, которая ключи наши на английском. Это будет, например, у нас yes как yes и no как no. Там, не знаю, для французов это будет we и, допустим, ne pa. Ну, то есть комбинация… Но ключи всегда остаются те же самые, потому что по ключам система, вне зависимости от того, какой у нас язык, достаёт по ключу в конкретном файле. Почему? Потому что, когда мы в приложении, если мы думаем о наших пользователях, и мы уверены, что они будут пользоваться нашим приложением… Ну, в двух словах так, поддержку мультиязычности добавляют приложение. Просто файликом накидали, нужен язык, ещё один файлик. Да, просто раз уж есть непонятно, то я туда всё расскажу. Используется это просто… У нас есть… Если мы используем, по-моему, Spring, то он сразу есть. TranslatorService. Не влажу, да? TranslatorService. И у него есть метод toLocale. Мы ему передаём, что мы переводим в локаль, то есть мы передаём ему ключ… ключ той фразы, которая у нас лежит здесь в XML. Это может быть, например… Не знаю, давайте снова строчки. Report.available.again, я не знаю. Это какой-то ключ, который мы, как разработчики, понимаем. Когда мы будем переводить, ну, какая-то вербальная, как мы методы называем, перемены и так далее. И под ним уже лежит значение. Например, здравствуйте, юзер, сегодня для вас доступен новый репорт. То же самое на французском в другом файле, то же самое на польском, но всегда левый ключ одинаковый, потому что по нему мы ищем. И опять же, мы вызываем TranslatorService toLocale, передаём ключ локали, который мы ищем, и не паримся. Потому что TranslatorService под капотом обращается… Давайте чуть больше, наверное, с другой кубкой. Мы не паримся насчёт локализации, потому что у нас Spring умный, и когда у нас приходит request… О, я сейчас походу очень мы хотим затронуть. Когда у нас приходит request, то такой умный дядя, как dispatcher Servulet, который ответственный за то, чтобы встречать все сообщения, которые приходят к нам application. Одна из его обязанностей — это посмотреть на хедеры request и отправить информацию на процессинг дальше. В нашей конкретной ситуации это locale-context-resolver, которому dispatcher Servulet скажет, что так, у меня пришёл request, и тебе надо обработать, достать из него все свои нужные данные. И он уже конкретно создаст… Я не помню, там что-то… Адаптив, request, locale… Хендлер какой-то, короче, срабатывает… Спрингловские названия классические… Который создаёт локальный контекст конкретно под request либо под сессию, смотря как у вас настроены. Потому что есть session-хендлер, есть request-хендлер. И он кладёт в скоп того, о чём мы говорим, сессия либо request, он в этот скоп кладёт locale-context. А в locale-context-е у нас уже лежит наша локаль. Примерно так это выглядит процесс. И нам отсюда важно то, что всё это происходит без нашего ведома. Нам пришёл request, здесь по числе такой, окей, отдал дальше. Этот создал locale-context, положил где-то себе рядом. И в нём лежит локаль. И вот в локале как раз таки развернуты все наши данные, которые пришли в хеддере, развернуты в что-то удобоваримое. И когда мы берём translator-service, который у нас статический, он обращается в контекст, достаёт локаль и резолвит её. Как-то так. Ну а в моём случае проблема была с тем, что я подумал, что я создам свою конкретную терминологию какую-то и назову её как хочу. И вот у меня есть, как мы до этого обсуждали, message bundle, который у меня всё ещё английский. Я его так и назову английский. И он под какую-то конкретную компанию заточен. Я там пишу комп. Yen Company какая-то там. Компания А. Ну я естественно всё это запускаю и оно не работает. Хотя странно локально работало, но я ещё не доказал почему. И я очень долго-долго с этим ворочался. Пока мне не помогла Виктория, которая нашла такой прикол, как правило. Правило того, как оформляются все вот эти локали. Тут важно, чтобы любые локали выглядели как XX либо XX подчёркивание XX. Ну где это наши символы. В некоторых ситуациях я не уверен, когда критично, чтобы это были существующие локали какие-то. То есть там английский, французский, они там выдумали какой-то, не знаю, язык из Гори Престолов. И потому что есть, бывают чеки по конвенции, я не помню как она называется, которые проверяют, что этот язык существует. Тогда они процессят дальше. Если нет, то он типа, ну, пришла какая-то билиберда, я не буду ничего с этим делать. Вот. Но в случае вот этого стека сработает, если вы просто правильно назовёте. В моём случае это была страна из Польши, поэтому я назвал EMPL по конвенции и всё взлетело. Вот. Так что если кто-то будет заниматься локалями, скорее всего вы будете, потому что вы пишете для людей, которые не только английский знают. И если вам нужны какие-то ещё специфические фразы, то, во-первых, вы уже более-менее это знаете, а во-вторых, вы знаете, кто это знает. То есть если напишешь XX, подчёркиваю, XX, оно не за эти. Если будет проверка по конвенции на наличие такого языка в целом в Bundle, там доступных вариаций миллион. Там есть английские языки для кучи стран, потому что там валюты свои или ещё что-то, ну, в общем, не знаю, там южно-африканские английские и так далее. Вот. Но, естественно, для Польши английского не существует в этом Bundle. Но так как это просто локаль, точнее, конструкция, которую может разобрать на составляющие локейл контекст и составить в локаль, тогда она хавается. Ну, в данном случае, если я правильно помню, в локале это выглядит как язык английский, но риджин типа польский. Ну, возможно, тебе просто надо было переделать контекст-резолверы, да? Правило какое-то в него. Да. Проще было правильно назвать. Вот. Да. Ну, в данном случае… А, и ещё условие, даже учитывая, что у нас называется вот так вот, с фронтенда должно приходить нам в отцепт-хеддере en-dash-pl. И, по-моему, оно не case-sensitive. По-моему, можно и маленькими. Вот. Потому что, ну, с подчеркиванием он не сработает через dash. Ну, то есть уже кастомизировали запросы с фронта. Да. Да. Запросы с фронта кастомизированы. И там, ну, приходит теперь цепь languages.enpl. Без там уточнений по вероятностям и так далее. Вот. Такие пироги примерно. Какие есть вопросы? Мы много затронули по этому. Мне просто интересно, то есть там локаль должна быть… Нет, язык английский, а локаль польский, да? Хорошо. И npl твой язык. В принципе, да. Но тут вопрос именно в том, что ты правильно называешь файл. И если у тебя, например, какой-то кастомный resolve локейл метод, то тебя должны подтягиваться откуда-то еще локали. То есть они должны везде правильно называться. Потому что локейл контекст будет парсить в локейл то, что у него пришло, и он ожидает увидеть два символа. Либо это будет язык… Да, а код локейла стандартный. Да. Он пытается код локейла распознать. Либо он будет пытаться тогда распарсить на язык регион, если в правильной последовательности я помню. Вот. То есть у меня, например, стоит в браузере язык чешский, словно говоря. Я нахожусь где-нибудь там в Швейцарии, то типа мне надо там… Ну, он будет типа что-то SWCZ получать. Ну, из больших букв последний символ. И будет доволен, в принципе. Ну, опять же, он же потом, ты будешь через локейл… Через населенный сервис, ты будешь этот локаль использовать для того, чтобы достать свой локальный бандл. Ну да. Поэтому, в принципе, тебе не важно, какой параметр пришел. Потому что главное, как у тебя называется bundle в итоге. Он распарсил и молодец. То есть, в принципе, ты можешь, если у тебя не идет проверка, что по конвенциям этот язык существует, этот регион, комбинация типа существует таких языков, то ты можешь назвать его там UV, я не знаю, какое-то несуществующее, VU, я не знаю. И на коньяк не найдет, он возьмет дефолтный английский. Да. Ну да. Если он не находит, то он фуллбекается на дефолтный message.properties либо смотрит, что вы там укажете. Тебе можно фуллбек сделать для, там, Польши, условно говоря, там, ВСД Польши, да? Либо вообще для всех абсолютно. Да. Да, можно. Это ты указываешь, если ты переопределишь локейл... Тебе нужно определить resolve-локейл-метод, только я не помню у кого. У кого-то, кто вот на этой стадии находится, кто конфиджет локейл контекст. Ну, конечно, можно фуллбекать, пока ты не дадёшь дефолтный. Да, ты можешь. Ну, я так понимаю, это для того механизм существует, потому что тебе, опять же, Chrome присылает целую вереницу того, что ты можешь использовать, и ты можешь попытаться хоть что-то из этого применить, если у тебя нет там полной интенсионализации. То есть. Вот. Какие ещё вопросы? Да. То есть, как я понял, если у человека английский язык стоит в браузере на регион Польши, то есть работает твой кастомный месседж-бандл, MPL, да? А если это... Ну, и ты говорил, что это под конкретную компанию. А если просто какой-то чел, у которого кроме английский язык из Польши зайдёт, что будет? Ему применится эта терминология компании? Или я что-то не так понял? Не совсем, потому что у него придёт accept-header, скорее всего, если у него стоит английский, у него придёт accept-header EN просто, и он тогда схавает дефолтный месседж-бандл. Потому что locale зарезовывает только вот эти два символа EN, и он будет потом, когда translate, он будет вытягивать по ключу EN файл, а потом из него по ключу уже месседж. А, то есть это работает только вот с вашим кастомным фибером? Потому что у нас frontend знает, что есть такой ключ, и он отправляет на этот ключ. Ага. А, и он отправляет только, когда залогинено люди изготовили конкретную компанию? Да. Ага. Окей. Понял. Еще какие-то вопросы? Я тут пытался про маленьких богонцев сказать, я просто рассказал про кишки и спринга в итоге. Всем спасибо. Подохнишь, что вы можете? Можно. Когда это начался спринга, да. Надо первым выходить, чтобы чистить доски. Да, но я хотел чуть-чуть поговорить про AWS. Не ожидали, да? Ну, давайте начнем с того, что, ну, условно говоря, вот у нас есть какой-то AWS аккаунт, да? Ну, наш клауд. И мы там его создали, чтобы пользоваться им для своих Dev-целей, для production и для всего остального. Ну, зашли ему, условно говоря, там создали instance EC2, там что-то в нем делаем, делаем, там он за собой EBS создал, да? Потом нам надо там, может, сконтактировать там с каким-нибудь SQS очередью, туда что-то пушим, потом там какой-то API gateway у нас появился, потом зашел другой человек, у нас создал еще какой-то instance, у нас создавал там десяток лямб, и таким образом у нас разрастается наш аккаунт, много ресурсов, много всего, и сложно это начинает, сложности приносит в менеджменте этого всего. Как понять, что зачем, как понять, что нам нужно или что нам уже не нужно, как понять, может, они вообще нам не подходят по каким-то нашим правилам внутренним, либо же у нас, например, какой-то там чувак уже вообще ничего не делает здесь, а у нас до сих пор все это крутится, и нам надо это как-то заменеджить. И я предлагаю поговорить на такую тему, как теги. Абсолютно простая вещь, да, что такое тег, это ключ значения. Теги поддерживаются почти всеми ресурсами, я не знаю даже какими они не поддерживаются. Теги поддерживаются для каждого ресурса, по-моему, максимум 50 тегов, и всегда Amazon советует, чтобы наши все ресурсы, по возможности, были протеганы. Это нужно автоматизировать, если вы там руками просто поднимаете инстанс, то хотя бы пропишите имя. Имя инстанса — это тоже тег, который name, с большой буквы. Они, кстати, case entity, по-моему. Если используем там CloudFormation, то тоже прописан всегда теги, и когда у нас поднимается стег, все наши ресурсы будут протеганы. То же самое с Beanstalk. Где еще? AutoScale группа, например, поднимает новые ресурсы, и все это можно протегать. Что можно сделать с тегами, кроме того, что нам просто добавить? Естественно, Amazon представляет много ресурсов, много сервисов, которые позволяют автоматизации делать на основании тегов. Значит, первое, что самое простое, я хотел сказать — это security. Условно говоря, у нас есть какой-то кластер чего-то, который использует, скажем, наша QA команда, и мы всегда ставим тег TeamQA. И потом мы можем что сделать — зайти в IAM и прописать policy, где скажем, что у нас доступ, например, дается на основании того, что есть тег и его значение QA. Потом это передать в какую-то группу, и просто все люди, которые будут в нашей группе IAM как из QA команды, все будут иметь доступ, например, к этим ресурсам, к базам данным, к очередям, к инстансам, к всему остальному. Что еще по security? Да, еще можно прописать тег owner. И здесь писать кто-то там, собака mail. И в полисах мы можем сказать, что типа мы даем доступ чуваку только если его email в значении owner. Таким образом, например, условно говоря, все у нас, кто есть owner этого инстанса, вернее, каждый owner может достать свой инстанс. Ну, либо другой, любой ресурс. По security, наверное, все. Дальше это, конечно же, биллинг. Можно быстрый вопрос? Вот, например, ты создаешь бинсток. Он привязывает к себе, там, еще некоторое, там, EC2 создает, там, S3, наверное, создает. А если ты затеггаешь бинсток, он затеггает, что он создает? По идее, да. Насколько я понимаю, да. По биллингу мы можем посмотреть полностью все выкладки по тому, какие у нас команды, какие юзеры, либо какие клиенты. Например, да, мы поднимаем какой-то инстанс или какую-то базу, и у нас для клиента там X. Мы смотрим, сколько кто у нас употребляет, там, денег. И прямо вот такие будут графики, там, и будет прописано, что типа... Сколько оно, типа. Да? За стэками, типа, кто сколько. Да, и можем смотреть, кто сколько потребляет. Помимо этого, есть сервис AWS Billing, по-моему, он называется. Где мы можем указать некую ожидаемую сумму, сколько мы можем потратить на определенные ресурсы. И там сказать, что, например, там по тегу там customer, customer там company какая-то, мы ожидаем потратить там тысячу долларов в месяц. И если у нас превышает уже биллинг за эту сумму, мы получаем нотификацию, там Slack можно интегрировать куда угодно. И выключить. Ну, да, а биллинг он пушает в очереди или в SNS, не знаю точно. Ну, все в том, что мы можем просто получить этот ивент и понять, что что-то не так и выключить его. Security Billing Automation, да. На основании тегов мы можем автоматизировать процессы. То есть, например, у нас там целый день крутятся билды, да, а ночью там никто не использует инстансы. И мы можем сказать, что, например, те же наши там QA инстансы, давайте стопать там в 10 вечера и поднимать в 7 утра. Таким образом, экономится, опять же, немалая сумма денег. Ну, автоматизации, в принципе, не имеет границ, можете что угодно придумывать. Потому что четвертое, это у нас можно делать группинг разного рода. Есть специальный API для того, чтобы пользоваться тегами и группировать, обновлять, забирать ресурсы и их данные. Также у нас в консоли мы можем вместо того, что мы постоянно свитчаемся, да, нам надо там EC2 посмотреть, потом там DynamoDB посмотреть. Мы можем просто в консоли взять по тегу все ресурсы и они у нас сразу будут видны из всех регионов и все разные ресурсы. А как это увидеть? А? Как это увидеть? Как это увидеть? Да, группинг. Ну, там сервис какой-то специальный? Нет, группинг это, в общем, как концепция. Там есть ресурс тег, по-моему, прямо сверху в шапке. Там будет, там первое, по-моему, это ресурсы, а потом выпадает это окошко и ты можешь классно туда и выбрать какой тег и какие ресурсы ты заинтересован. И он тебе сразу их высвечивает. Прям в консоли в UI. Поэтому есть какие-то вопросы? Тогда хотел еще про одну концепцию, тоже на основании тегов, про один ресурс. Есть ресурс такой AWS config. В общем, AWS называет, что это continuous compliance. С помощью его мы можем определять рулы, по которым должны подчиняться, грубо говоря, наши ресурсы. То есть, если, например, у нас нет тега, например, customer, мы можем сказать, что стопа эти инстинсы. Либо определять любые другие правила, либо у нас может быть сайт каких-то определенных тегов, которые нам нужны, и он будет постоянно нам continuously проверять наши ресурсы. И если находить не нужный, мы можем определять remediation, так называемый, можем удалять, можем просто нотификации отсылать, все остальное. Конфиг, конечно, не ограничится только тегами. В этом сервисе можно абсолютно разные правила делать. Например, проверять, что у нас, условно говоря, юзеры, которые через IAM создаются. У них есть multi-factor authorization. Если нет, то удалять просто и сразу. Смотреть, например, на EC2 ключи, когда последний раз ротация была. Если очень давно, то удалять те ключи и больше не давать доступ. В общем, конфиг — это, в принципе, любые рулы, которым должны соответствовать наши ресурсы. И соответственно, мы постоянно будем проверять. Ну и на основании тегов тоже это все можно делать. То есть затегали, можем смотреть биллинг, можем группировать, и также можем видеть, например, что у нас какие-то ресурсы не соответствуют, и автоматически AWS будет их подчищать за нами. Да, вопросы? Окей, спасибо. Кто-то хотел бы продолжить? Хорошо, спасибо. Спасибо.